Привет, друзья! С вами я, ваш лучший юрист, Рустам Рафиков. Поговорим сегодня о четвертом пакете санкций Евросоюза, который касается практически каждого. Потому что этот пакет санкций предусматривает запрет поставок с Европейского Союза предметов роскоши. Итак, под запрет попадает любая поставка, передача, экспорт прямо, либо косвенно любому российскому лицу, физическому, либо юридическому. Это значит, если дистрибьютор какой-либо техники, либо товаров роскоши, как это называют в пакете санкций, поставляет какую-либо продукцию, то она попадает под запрет. Проще говоря, запрещено каким-либо образом доставлять на территорию России эти товары, о которых мы сейчас поговорим. Соответственно, под исключение попали лишь дипломаты и консульские учреждения, потому что, конечно, дипломатические миссии, которые осуществляют здесь пока что еще свою деятельность, вынуждены пользоваться поставками и экспортом этого оборудования. И это совершенно не значит, что они будут помогать обходить санкции. Скорее, наоборот, они будут использовать исключительно для себя, для целей ввоза. Соответственно, давайте разберем, какие товары попали под запрет. Ну, прежде всего, это товары свыше 300 евро. То есть, стоимость 300 евро для товаров, таких как изделия из жемчуга и золота, одежда, монеты и банкноты, лошади, икра, трюфели, вино, пиво, спиртные напитки, сигары, сигарилы, парфюмерия, туалетная вода, одеколон, косметика, сумки, упряжь, другие изделия для животных, чемоданы, ножи с драгоценными металлами, посуда, фарфор, керамика, камень, изделия из свинцового хрустала, наручные и все остальные виды часов, произведения искусства, антиквариат, спортивные товары, удочки, товары для бильярда, боулинга и азартных игр. Это все, что касается на сумму более 300 евро. Также под запрет попали товары выше 750 евро, то, что попадает под понятие электроники. То есть, смартфоны, гаджеты, игровые приставки, компьютерная бытовая техника, принтеры, копиры и солярий. То есть, стиральная машинка, сушильная машинка, либо иные предметы техники, которые поставляются из Европы. В том числе, мы с вами все знаем, что очень много производства в Польше. Холодильники, различные товары известных марк, они сюда попали под этот запрет. Ну и, конечно, техника свыше 1000 евро, например, видеокамеры, фотоаппараты, аппаратура для радиовещания, кинопроекторы. Собственно, все, что мы используем, в том числе для записи этого прекрасного видео. Также попадает под запрет. Ну и, конечно, музыкальные инструменты, гитары, барабаны и все, что используется для извлечения музыкальных звуков, соответственно. Ну и запрет побольше на сумму свыше 5000 евро, мотоциклы, велосипеды, прицепы, автозапчасти, запчасти для авиатехники, канатные дороги, механизмы для буксировки, горнолыжные подъемники, поезда, яхты, лодки и другие водные судна. То есть, лодки, катера перед сезоном тоже попадают под запрет для ввоза с территории стран Европейского Союза. Ну и свыше 50 тысяч, это любые автомобили, кроме сухопутного морского и авиатранспорта для скорой помощи. Это значит, что в принципе ожидать, что мы получим какую-либо технику с территории Европейского Союза не стоит. Не стоит совершенно точно. Как вас развеселить сегодня, я даже не знаю, но, наверное, расстраиваться не стоит, потому что есть Китай, есть Турция, где производится бытовая техника и некоторые автомобили в том числе европейских марок, но они, конечно, тоже попали под запрет, потому что официально вышли из дилерских соглашений на территории Российской Федерации. Ну, для тех, у кого есть возможность и, в принципе, останется покупать дорогие продукты, то трюфели, вкусные вина могут возиться через Швейцарию наручные часы, потому что Швейцария не является в числе стран из Европейского Союза. То есть, если мы раньше говорили о том, что существуют санкции Европейского Союза и других стран, и в ответ на это существуют также контрсанкции, то есть торговая эмбарго, то есть запрет на ввоз в Россию определенных товаров, то, что у нас раньше и существовал, например, сыры различные, у нас запрещены французские и прочие из Европейского Союза, ранее вина допускали завозить, то теперь наша гидрогенистическая жизнь прекрасная, она, конечно, прерывается, но будут поставки с других стран. Конечно, это не Бордо, это не прекрасное вкусное вино, это не вкусный сыр, который мы и так уже давно не ели, это не техника, не компьютеры и прочее, прочее. Соответственно, все, что будет идти с Китая, оно также пока что будет идти. Все, что сейчас где-то уже в пути и хранится в фурах, конечно, уже заморожено, и многие поставщики, которые работают в сфере внешнеэкономической деятельности, очень сильно попали, поэтому ситуация не очень хорошая, но рассчитывайте, что будут и другие товары, они, собственно, и есть. Сейчас в России очень много везенных товаров, их раскупят, спекулянты будут поднимать цены, ну и все как-то так будет развиваться. Буду держать вас в курсе дальнейших событий, поэтому не переключайтесь, подписывайтесь и ставьте лайк.